Я слышал в одном из ваших свежих интервью, вы говорили, что для Путина все брошено на кону этой войны, его политическое выживание. И, соответственно, если понадобится, он будет мобилизировать до посинения. То есть чуть ли не все взрослое население мужское России будет готов кинуть в топку войны. Но вот тот же Вячеслав Иноземцев, следующий наш спикер сегодня, он говорит о том, что, ну вы помните, Саддам Хусейн и 1991 год, когда он, проиграв вообще в пух и прах, была разбита его армия, американской армией, он провозгласил некую победу, прошелся улицами Багдада, сияющая улыбка. И еще 12 лет после этого оставался на посту, что, в принципе, вот говорит тот же Иноземцев, Путин может сейчас закончить войну с минимальными потерями, все равно заявить в том, что вот мы вели непосильную такую борьбу со всем НАТО, и продлить себе таким образом политическую и, соответственно, биологическую жизнь. Вы считаете, что у Путина такой опции нет? Нет, почему? Я всегда говорил, что шанс на это есть. И пример Саддама Хусейна я тоже, значит, упоминал. Просто надо понимать, что у Хусейна была немного другая, можно так сказать, совсем другая легитимность. Его иракцам было любить за что, помимо, так сказать, грозной вот этой воинской силы брутальной. Это был модернизатор, это человек, который модернизировал Ирак. Да, и при нем ираксовое население, при том, что, да, это был предельно жесткий репрессивно-автократический режим, и многие группы населения очень сильно пострадали, но при этом в среднем образование, освобождение делом, значит, эмансипации женщин, ну, многие социальные аспекты, программы, при нем очень бурно развивались и были достигнуты серьезные позитивные результаты. Поэтому у Хусейна были другие источники легитимности, были другие подпитки. А у Путина, вот это я смею вас уверить, как политтехнолог, который много лет работает в полях и проводил десятки социологических исследований, как количественных, так и качественных. То есть я опираюсь не только на то, что там в ЦИОМ, ФОМ или ВАДА-центр выкладывают на своих сайтах. У меня есть, ну, собственный опыт, понимаете. И вот он мне весь говорит, что других источников легитимности, кроме силы, у Путина уже нет. Даже сторонники Путина на фокус-группах, когда начинаешь разбирать его положительные качества, в принципе признают, что при нем распышным светом расцвела коррупция. То есть даже если кто-то не готов признать, что лично Путин коррумпирован, многие боятся это признать. Но они точно признают, что его окружение обогащается такими темпами, как там при Ельцине никто не обогащался. Все признают, буквально все без исключения, что Путин достаточно равнодушен к нуждам простого народа, что он занимается исключительно укреплением собственной власти, ну и вот этими какими-то большими непонятными геополитическими играми. Разрыв в доходах между богатыми и бедными, значит, возросший при Путине, который люди тоже фиксируют, и который тоже ему зачитывают в минус. В общем, там масса минусов и один плюс. Повторюсь, я сейчас даже не говорю про противников Путина, я говорю про сторонников Путина. Про то, что выборы фальсифицируются, все знают. Про то, что оппозиции нет, свободы слова нет, ну оппозиция подавлена. Это все за исключением, может быть, 10% ядра сторонников Путина, которые просто рогом упрутся и не будут этого признавать. Все остальные, даже голосующие за Путина люди в своем большинстве, это признают. Единственное исключение, значит, вот плюс, который работает, это то, что он сильный лидер, он опытный, он знает, значит, как справляться с врагами. И если вдруг выяснится, что не в состоянии он справиться с врагами, причем с Украиной, в общем-то, тот еще враг. Они, правда, пытаются сейчас, конечно, усиленно изобразить, что мы проигрываем не Украине, а НАТО. Но это, на самом деле, так, знаете, это работает вот в пылу вот сейчас. А потом все равно голый факт останется через полгода после окончания войны. Смотрите, я точно не говорю про то, что в момент, когда закончится война, вспыхнут массовые протесты. Нет, этого не будет. Может быть, совсем небольшая маргинальная кучка ультрапатриотов на это решится, а-ля Дугинсов там каких-то сумасшедших, но их очень быстро власти раздавят. Я думаю, они тоже не решатся, они там в социальных сетях чуть-чуть попишут, их опять же заткнут. А основная масса населения, даже патриоты, те, кто вот сейчас поддерживает вроде бы войну, они ничего, кроме чувства облегчения, не старают. Ну, будет легкое разочарование, конечно, да. Даже не легкое, нет, я не прав. Оно будет сильным, но оно не выведет это на улице. Чувство, ощущение, что все, слава богу, наконец-то все это закончилось, будет доминировать. Но потом, и вот о чем я говорил, что после этого резко начнет ускоряться процесс дегитализации режима. Вот раньше он шел со скоростью, условно говоря, 50 километров в час, а он начнет идти там со скоростью сначала 80, потом 100, потом 150. Люди же будут жить плохо, понимаете. Они вот через полгода, через год, они будут сталкиваться там с санкциями, с падающим уровнем жизни, с отсутствием перспектив, с репрессиями. Им все это будет нравиться все меньше, понимаете. И они будут пытаться найти политическое объяснение происходящему. Не забывайте, приближаются выборы и президентские выборы. И это все будет способствовать политизации населения. Люди будут искать политические ответы. Почему это так? Почему мы живем плохо? И ответ очевиден – война. И они будут все чаще оборачиваться назад. Повторюсь, они в тот момент, когда мир был заключен и война остановилась, они испытали чувство облегчения. Но потом они будут снова и снова к этому возвращаться и все чаще будут говорить себе, а вообще зачем это понадобилось? А что это вообще было? А что он, дурак, что ли? Зачем все это было? Понимаете? И победы легитимизирующей-то не будет. И, соответственно, вот эти процессы и будут способствовать эрозии базы поддержки Путина и в элитах, и в народе. То есть все будут видеть, что Акела промахнулся, что не такой он сильный. То ли и раньше не был сильный, притворялся, и мы только по глупости его за сильного принимали, то ли состарился уже, да не важно, почему, но тем не менее, вот он факт. И вот после этого, понимаете, править ему будет все сложнее. Вот эта дурактивизация, в конце концов, приведет, вот, ну, просто пелена, так сказать, какое-то очарование исчезнет, понимаете? Пелена с глаз у людей спадет. Вот, и вся неприглядная социально-экономическая, политическая реальность, которую мы имеем в стране, она начнет, вот, до сих пор Путин в значительной степени, благодаря вот этой вот там составляющей сильного лидера, против которого страшно выступать, вот она начнет исчезать, и все это будет работать против него. Конечно, он может там закручивать гайки, и если силовики сохранят лояльность, это еще большой вопрос, захотят они сохранить лояльность ему или нет. Вот, он будет закручивать гайки, и теоретически он может еще и, там, 10 лет править, как вот северокорейские кимы, да, и власть даже по наследству теоретически может попытаться передать. Это полностью нельзя исключать, но это же политический процесс, это настолько многофакторная вещь, все факторы ты никогда не учтешь. Можно основные вычленить, основные учесть, но постоянно будут привноситься новые обстоятельства, да, и они не позволяют уверенно там говорить, да, я знаю, чем все это закончится. Поэтому это все не исключено, вот о чем я сказал, да, но это все-таки не основные варианты. То есть основной вариант, что все-таки он вынужден будет передать власть преемнику, значит, с тем, чтобы не рисковать переизбранием вот на фоне проигрыша. Потому что переизбрание, понимаете, вот в этот момент голосовать за этого плузора, но люди не захотят, и придется фальсифицировать. Конечно, машина фальсификационная там настроена, более-менее изрядно функционирует, хотя, конечно, как человек, возглавлявший политический процесс, напомню, в Ашкирии, в регионе, который умеет фальсифицировать, знает, что это такое, как это делается. Я говорю, что на самом деле нельзя преувеличивать степень легкости, с которой власти фальсифицируют выборы. Это, на самом деле, очень сложный процесс. Но, тем не менее, конечно, они могут попытаться, и, скорее всего, в том или ином виде им это удастся сделать. Но ведь после фальсифицированных выборов в условиях, когда фальсификациями занимается явно нелегитимный правитель, как раз оранжевый сценарий и реализуется, понимаете. А армия, силовики в отношении вот этого лузера, проигравшего в войну, который влез в войну, пролил кучу крови, опозорился и проиграл, ну, понимаете, вот захотят они там каштаны из огня для него таскать, значит, или нет, бог его знает. Лукашенко, да, силовики, удержал лояльность силовиков, но Лукашенко не был дискредитирован поражением на тот момент, понимаете. А Путин будет дискредитирован поражением. И если у Саддама были другие источники легитимности, то у Путина их нет. И он их не придумает за прошедший год. Поэтому все-таки, значит, если Путину на системе будет достаточно здравого смысла у них, то они все-таки, я думаю, реализуют сценарий преемника, чтобы просто не рисковать системой. Потому что если ты рискуешь системой, ну, ты можешь закончить как чушевство. А если Путин выберет преемника, если это будет толковый человек, так и Путин будет в безопасности. И, ну, то есть спокойно там доживет до конца своих дней, и преемник его не выдаст. И в то же время, ну, оппозиция там протестовать незачем будет. Ну, то есть люди, если это будет, условно говоря, Собянин, если он проведет правильную кампанию, отстроится от всего этого, да, и, значит, обозначит движение в сторону некой нормализации, то есть раскручивание гаек, нормализация отношений с окружающим миром, снятие санкций, там, переговоры, вот, модернизация реформы, умеренные, понятно, радикальных от него ждать не приходится. Ну, просто обозначит это направление. Так люди за него сами проголосуют. Не надо будет ничего фальсифицировать. Опять же, как политтехнолог, говорю, он честно выиграет эти выборы. И в этой ситуации, когда не будет никаких фальсификаций, ну, система не будет под ударом, понимаете, никто не восстанет. Все будут ждать, что он будет делать. Да, и как минимум несколько лет форы у системы будет. И это, с точки зрения вот системы, вариант гораздо более выгодный, чем рисковать переизбранием Путина, не понимая, что там в итоге получится. Может и получится, а может и нет, бог знает. И еще, смотрите, когда ты правишь, опираясь исключительно на силовиков, ты становишься их заложником. И в конце концов, когда ты абсолютно нелегитимен и стал их заложником, то в конце концов они тебя сами свергают. Это тоже распространенный сюжет из свежих. Вот в Судане это произошло так, буквально года два-три назад, а тоже там друг Путина был, Башар Аль-Асад. Он, значит, правил лет тридцать, там тоже такой был бывший мачо. И, значит, начались там протесты против него в столице. Он, значит, ввел военное положение, значит, передал власть военностям. Вы имеете в виду суданца, это Омар Аль-Башир. Да, да, да. Да, вы спутались с сирийским нынешним. Нет, нет, Омар Аль-Башир, я сказал. Да, да, Омар. Не Башар, а этот Ашад. Омар Аль-Башир. Но ситуация похожа, кстати. И там, и там, это клиентные такие диктатуры российские. Ну, да, там много общего, много отличного. Да, это и тот, и тот, друзья, так сказать, Путина. Просто один еще держит, а вот второго свергли как раз военные. Я об этом и говорю. Он передал им власть, опираясь исключительно на них. Он потерял популярность, против него бунтуют, бастуют студенты, горожане. Он передает власть, значит, в регионах силовикам. Они начинают подавлять протесты. И потом в какой-то момент они просто берут, арестовывают его самого, сажают под домашний арест. Ну, просто до них доходят, а зачем он нам нужен? Да, и они вступают в переговоры с этими бунтующими студентами. Создают коалиционное правительство. Да, ну, начинают с ними там вести переговоры. В общем, до сих пор там, на самом деле, еще неразбериха у них не устаканилась. Но, тем не менее, для, значит, вот этого Аль-Башара все закончилось печально уже. Он свергнет, я уж не знаю, что сейчас с ним сидит. Он, ну, сидит точно где-то там в тюрьме, под домашним арестом, не знаю. Значит, но власти он лишился. Вот, он просто вот полностью лишившись легитимности положился исключительно на силовиков. Это, повторюсь, достаточно распространенный сценарий. И почему лидеры, собственно говоря, лидеров не свергают, современные претарианцы, силовики современные, вот они не свергают их в тех ситуациях, когда лидеры обладают легитимностью и правят, опираясь не только на силовой ресурс, но и на, ну, имея базу поддержки в обществе серьезную. Путин всегда ее имел. А сейчас, после поражения, вот она начнет сокращаться. Она и до этого сокращалась, честно говоря, с 18-го года, как минимум, это заметно было. Сейчас это уже не больше трети, в общем-то, избирателей. Но после поражения эта треть ужмется там в течение года, условно говоря, до 10%. Понимаете? И вот тут уже, в принципе, когда против него начнут протесты и так далее, и так далее, силовики в какой-то момент просто, вот знаете, могут с какими-то там умеренными либералами, условно говоря, договориться, да, и просто решить, что без Путина обойдемся. Поэтому для Путина это тоже такой сомнительный выход, вот сложить все яйца в корзину силовиков. Ну, то есть у него, повторюсь, он может удержаться, значит, у власти, не исключено. Но это точно непредрешенный сценарий. И в случае с поражением шанс у него точно меньше половины.